Чтобы гражданам с нарушениями здоровья было удобно и комфортно принять участие в выборах, избирательная комиссия региона ведет комплексную работу. Так, например, 13 специальных участков области будут адаптированы для голосования избирателей с нарушением зрения. На этих участках будут специальные трафареты с тифлометками. И с помощью тифломаркеров, тифломаркеры закуплены на все спецучастки, избиратель может сам ознакомиться с содержанием избирательного бюллетеня. Также гражданам с инвалидностью рассказывают о возможности проголосовать по месту нахождения, цифровых сервисах ЦИК России и адресном информировании избирателей в рамках всероссийского проекта «ИнформУИК». Соцработники опрашивают избирателей с ограниченными возможностями здоровья, которые обслуживаются на дому и проживают в интернатных учреждениях. Мы проводим опрос, выявляем желание, где бы они хотели проголосовать – в помещении для голосования или на дому. Если гражданин изъявляет желание прибыть в помещение, тогда мы отрабатываем маршрут, дорогу на избирательный участок. Наши партнеры предоставляют специальный транспорт, транспорт с подъемником. Кроме того, в дни проведения выборов в помещениях для голосования будут работать волонтеры. Они окажут инвалидам, пожилым и маломобильным гражданам всю необходимую помощь. Но с начала до 11 марта добровольцы пройдут необходимое обучение. Конечно, ребята, которые с года в год участвуют, есть. Они такие наставники, передают опыт. Волонтер присутствует на участке не один, это обычно 2-3 человека, которые взаимозаменяемы, чтобы постоянно кто-то находился и оказывал помощь. На заседании детально обсудили вопросы инспектирования участков перед выборами, чтобы создать максимально доступную и комфортную среду для людей с инвалидностью. Олеся Павлова, Евгений Михеев, Ольга Кириллова, Область новостей.